Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я скорее думаю, чем нам себя занять Потому что нам особо пока идти Некуда, здесь у нас все разведано И нам только пока армиями пробивать Себе путь вперед То есть нам либо здесь пробиться Либо здесь как вариант Ну мы сейчас что-нибудь допридумаем Ну как минимум мы можем сходить В город и продать Всякий хабар, который у нас накопился Ну и заодно поделать Всякие штуки, которые мне там написали в комментариях Вот Че, попробуем тыкнуться сюда Если нет, то пойдем сюда Мы один фиг даже если Победим вот этих товарищей Мы не Получим уровень, чтобы лишний раз Здесь вот пробиться Слишком хорошая перспектива Товарищи пятого уровня оставить для прокачки Ой-ой-ой Далековато, далековато Нам тут конечно вообще хоть до какого-то экшена идти Жесть, очень далеко, очень далеко Попробуем, сунемся Поглядим, что нам тут вообще предвещают Ух, ух Ага, и у вас теперь удача Работает, очень интересно Так, давай-ка мы твой ход отодвинем Встречай Блин, этих или этих Во всех смыслах мне придется, наверное, лучников открыть Но я пока готов это сделать Посмотрим, как пойдет И уже от этого что-то решим Очевидно, они конечно пробьются достаточно быстро к лучникам Так, стоп А лучники-то почему у меня не сходили? Я что-то как-то упустил этот момент Ну так, на секундочку Ладно А на вас-то, наверное, это просто-напросто не работает Я так подозреваю, да Ммм, ошеломление, да И тут Тут шока А не, наверное, и от шока Да, и от шока Но, ладно, ничего страшного Не посмотрел Зато А нет, смотрите Культистов мы все-таки опрокинули Это тоже Хорошее дело 49, 89, 0, 1, 5, 9 Всех 13 можно завалить Всех 13 выбираю Отлично Давай-ка Еще разик Хочу ли я Встать к нему за спину Чтобы быстрее сюда добежать потом Не знаю Я пока его попробую побить Единичка Мало 5, 10, 0 Ну, давай попробуем Хорош Ну, слушайте, пока живем Пока весьма неплохо живем 3 точно снесем 3, 5 Я бы лучше по культистам ударил Мне очень не нравится Что они тут вообще могут сделать Поэтому Делаем вот так Потому что я помню Они какие-то всякие Неприятные гадости умеют Типа проведение там Супер негативной энергии Вот это вот все Так, два Да, давай Их добиваем Ну, посмотрим Что они сейчас делают Они пошли просто в атаку Отлично Они действительно это вообще умеют Я к ней сейчас могу Просто одним выстрелом Завалить И даже не выяснять это Проведение негативной О, вот это да Все Ввалим их, конечно же Чтобы нам Не вляпаться В этот неприятный инцидент Предварительно я, наверное Выдам Броне Вот сюда, наверное Вот, а этих Валим Чтобы они тут Энергию свою не проводили Негативную Так Вставай в защиту пока Мало Конечно, мало Да Толку от них Кот наплакал Безусловно Но если пробивающий удар Выдать Мы же его пробьем В теории-то Но я пока В перспективе От этих Хочу избавиться Ибо это Быстрее намного Можно сделать Ух ты У вас еще и ход Выпал А что этот генерал Вообще у них делает Он их даже не бафает Там вообще ничего От него там какой-то Максимально Нулевой профит Если честно Опа Это что за гадость такая Что это было И почему это было Низкий боевый дух Вызвал панику В смысле Низкий боевой дух Откуда Из-за чего Не понял Приколдесс Мы тут побеждаем Как ни в себя Какой низкий Боевой дух Не верю Ну вот так и знал Что да Я до него Не дойду Нифига С первого раза Да опять Да что ж происходит Такое то Ну это очевидно Вот этот Все таки генерал Что то там колдует Хотя вот хрен его знает Ну ладно Просто Вообще Ничтожество Ооо Вот это Я осуждаю Конечно Такие ходы Я осуждаю На лучников Айяяяяя Ну пробили Пробили Неплохо В принципе Даже Вообще Копеечные Потери Но мы Опять же Воинов Этих Наших Полечили Человека Воинов Крепость 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 Стрельба Стрельба Крепость Да могу Крепость 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 У вас У вас Крепость Сейчас туда Неплохо 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 Крепость 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 Вот в эту Хранитель Каньона И там Поговорить С этим С челиком В библиотеке Насчет Посоха Только сейчас Вспомнил Но это нужно Сделать только После того Как мы поговорим Со Сказителем Сказителю Там Когда ты должен Появиться Мне писали Вот Так что Все Окей Так Как мне Уйти С управления Армией Так Наим Наим Вон Так Этот Подкреп Нам Тоже Пригодится Во Вот Этих Мы сейчас Просто Снесем Как нефиг Делать Но Опять же Напоминаю Что Нам 12000 Мага Да А вы Не даете Почему Назначить Генерал Я снова Хотел По ценам Посмотреть А ну Вот Тут Получается О А тут Глядите Поменялись Товарищи И С хилом То тут Нету Нужного Нам Товарища Интересно Интересно Они Видимо Меняются Там Раз в Сутки Что-то Так Понятно Так Вернемся К управлению Своим Отрядом Нам Есть Чем Себя Тут Занять Ага Мы Все Еще Здесь Ок Так Давай Ко Изменить Нет В Путь Сквозь Усталость Мы Дойдем Туда Поделаем Всякие Микро Дела Ага Цитадель Цитадель Надломленный Дух А Так У нас Там Уже Слушайте Да Походу Изучилось Хотя Семь дней Там Вроде бы Неужели Прошло Семь дней Так Быстро Хороший Вопрос Аж Семь дней Это Так Быстро Командор Командор Аневия Приветствует Вас Легким Кивком У меня Есть Сведения Которые Могут Которые Могут Представлять Для тебя Личный Интерес Как Им Распорядиться Дело Твое Опять Божественные Советы Что Это Значит Личный Интерес То Что В этот Раз Речь Идет О Делах Невоенных Или Политических А Скажем Так О Сердечных Так Так Последнее Время Солдаты Собираются По ночам У кладбища И играют В карты На это Смотрят Сквозь Пальцы Вообще Это Конечно Не положено Но Пусть Себе Развлекаются Большего Вреда От Большого Вреда От Этого Нет Обычно Но Недавно Мои люди Заметили Там Засиеля Опа И это Развлечение Явно Не идет Ему На Пользу Знаешь Обычно Я не лезу В личную Жизнь Людей Мне По уши Хватает Следить За Шпионами И культистами Но Я знаю Что Вы С ним Лиски И Быть Может Тебе Стоит Что С Пока Запишу Квест Ставка Командования Просто Тонет Запахи Роз Роз Занимает Все Свободное Пространство Свежий Благоухающий Будто Только Распустившийся Дополняет Картину Дейран Стоящий Среди Этого Розария С единственным Алым Цветком В руках И с выражением Совершеннейшей Невинности На лице А Как хорошо Что ты Заглянул Я тут Кое-что Устроил И это Не обрадовало Некоторых Твоих Советников Да Кое-что Целый Обоз Свежайших Рост Доставленных При помощи Телепортации Из какой-то Южной Страны Гербэт Мрачно Переминается На генану Среди Цветов На деньги Которые Были На это Потрачены Можно Снарядить Полк По счастью Это были Мои личные Деньги Я распорядился Ими Как счел Нужным Этой Мрачной Крепости Нужно Больше Красоты Дейран Подносит Свою Алую Розу К лицу И вдыхает Аромат Но Все время Смотрит Прямо На вас Это не Мое дело Конечно Но я Тебя Давно Знаю Дейран Рендей Все это Выглядит Как очередная Скандальная Выходка Призванная Позлить Крестоносцев Если хочешь Ухаживать За командором Не делай Это в ставке Командования Блин Я вот так Не хотел Чтобы он За мной Приударял Я ему Один раз Только дал Знак Внимания И два До этого Отказал Насколько Я помню Вот Потому что Я знал Что я Сразу С ним Никаких Дел Иметь Не буду В этом Плане Но Мать его За ногу А Робет Проследи Чтобы розы Вынесли Вон Дыран Подобное Больше Не должно Повторяться Ну Нет Это Конечно Слишком Токсично Что Скажешь На это Граф Что это За вопрос Такой Странный Здесь Имеет Место Печальное Недопонимание Дыран Выдерживает Паузу Продолжая Весело Поглядывать На вас Поверх Бутона Роз Дело В том Что я Совершенно Не собирался Ухаживать За командором В романтическом Смысле Даже В мыслях Не имел Я знаю Что он Толкнул Вас На подобные Предположения Дыран Держит Розу Едва Касаясь Легонько Вертит Ее Из стороны В сторону Согласно Исследованиям Абсаломских Ученых Запах Роз Облегчает Усталость И дарит Свежесть Мысли И стимулирует Умственную Активность Так что Размещая Здесь Эти цветы Я всего лишь Заботился О благе Крестового Похода Бескорыстно И искренне Отщипнуть Один Лепесток У Розы В руках Дейрана Не терпится Больше Знать Об уникальных Свойствах Господи Это в любом Случа Чудесный Подарок Ах Значит В мыслях Не имел В таком Случа Я совершенно Не имею В мыслях Заполнить Твою Спальню Ящиками С нестиранными Солдатским Бельем Ну Я Так Слова Связать Не могу Я так Знаю Как бы Как Работают Некоторые Игровые Механики Подобного Рода РПГ Вот Первый Второй Вариант Он будет Засчитываться Как положительный Другие Мне Ну Просто Там Не нравится Ввиду Какой Своей Грубости Что ли Вот Поэтому Я ему Просто Улыбнусь Ты Прелесть Знал Что ты Поймешь Что такого Может быть Что такого Может быть Практичным Невинным И решительным Решительным Образом Дружеском Подарке Надеюсь Я произвел Впечатление Блять Конечно Ад Кринж Просто Кринж Подарок Дайрана От лепестков Рос поднимается Аромат Пьянящий Нежный Так Ага Мы же Еще Там Все Изранены В Нельзя Да 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 Усталость Там Все Надо Будет Сейчас Поспать А потом Опять Начнутся Эти Бесконечные Встречи Собрания Так Мне тут написали Важный момент Что у нас пропала Глифат Да Черт возьми Она пропала И я Я хрен знает Где она Которая упала Со стонтона Была На засееле Она Мать ее исчезла Куда Я точно не мог Ее не выбросить Тем более Не продать Случайно Где она Черт ее знает Это темный рок Сраный темный рок Типа Блин Куда она могла Пропасть Я вообще Не представляю Может я ее Там Кому-то Дал Или что-то еще Но Тут Просто мысли Нет Где она Офигеть То есть Куда она пропала Я абсолютно Не представляю Ну это Копье Обычное Пилом И всякие Там Ну в общем Это жесть Полная Так Вот этот меч Нам нужно будет Продать Конечно У меня есть Предположение Что возможно Она у кого-то В слот Упала Ну Кому У тебя Эти штуки Холодное Железо Ну пусть Холодное Железо Таскает С собой У тебя Нету У тебя Нету У тебя Тоже Нету У тебя Лук И посох Посох Арбалет Да Она Подевалась Уще Черт Ее знает У тебя Лук Короткий У тебя Щит Ну в общем Это Действительно Интересно Куда она Пропала Абсолютно Не имея Ни малейшего Представления Поэтому Супер Сорян За такой Проеб Ладно Давайте Попереодеваемся Немножко Мне там Надавали Всяких Советов Так Лучше Ныне Дай обратно Легкий Арбалет Ну давай Это вот Этот Дам Священный Легкий Арбалет Ну на Хотя Как бы Ну Таки Странно Но Видимо Так Надо Так Адейрану Выдать Тяжелый Арбалет Осуждения Да Ну Что Как бы Странновато Все таки Потому что У него Есть Вон Хороший Арбалет Горя Оракула Ну То есть Мне непонятно Почему Зачем Так Только Из-за того Что критический Удар Подтверждается Ну Хрен Знает Пусть На нем Два Арбалета Будет Он 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 Да Что Б Тебя Так Не Ладно Уберу его пока в инвентарь пусть он здесь лежит Хоть я не планирую его пока с собой таскать Так что, в принципе, тут абсолютно без разницы, с чем он будет ходить. Продадим разъедающий боевой топор. Вот этот вот, да, дворфийский. Он нам не нужен ни в коем виде. Ну и меч продадим. И купим кольцо... Кольцо пермайнивает его Арсионе или как ее там. Вроде ничего не забыл, да. Так, там еще и скипетр нужно будет засели выдать, но это вполне подождет. На улицу еще... А, ночные картежники мы сделаем. Да-да-да-да-да. Ага, к храму телепортируемся. Он меня наглым образом сразу в храм поместил. Что ж. А, стоп. Я буду придерживаться тактики того, что я продаю оружие только оружейникам, чтобы потом... Ну, мало ли. Так, так правильнее и удобнее. Продадим вот это вот говнище за 3000. И можно сходить купить колечко. Так, господин поставщик. На. Хуяк. 8000. И идем назад. За колечком, за колечком. Так, как оно там называется кольцо пермании, да? Эх, все, ушли денежки. Уголечек, уголек. На. За место, очевидно, конечно, кольца защиты. Красную саламанду. Ну, пока оставим. Так. Кольцо защиты уходит в зрительский зал. Очевидно. Дальше что? Кольцо мы купили. Засеяли мета скипетр. Выдадим. Шлеп, шлеп, шлеп. Так, 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 так. Это какой нам нужно выдать? Для жрецов. Это вот этот, наверное. Снятие болезни излечивает всех от болезней, которым оно страдает. Нет. Это, конечно, все замечательно. А, во. Этот скипетр дает возможность использовать до трех длительных заклинаний в день. Ниши и скипетры могут использовать заклинания третьего круга и ниже. Длительные заклинания длятся в два раза дольше обычного. Ну да, да, прикольно. Можно забафоваться по-борзому на что-нибудь. В общем, неизвестно, для чего эта книга нужна. Таскаю ее с собой какое-то время. В принципе, для лечения его мне рекомендовали использовать этот скипетр, чтобы он в три раза больше лечил. Ладно, это мы сделали. Что там с картежниками? Где у нас наш картежник? Вот он здесь. Что там в квесте говорится? Засель по ночам ходит на кладбище играть в карты с солдатами. Не ввязался ли юный жрец в нехорошую историю? А мы сейчас узнаем о нем, да? Не ввязался ли юный жрец в карты с сきми не체가 добычными жрецами? Да. Я слышал, ты теперь по ночам ходишь играть в карты. Я в карты? Засеять смущенно отводит глаза. Кто тебе такое про меня? Я всего лишь раз или два туда зашел посмотреть, чем живут бойцы во время затишья. Ты что, подумал, я пристрастился к азартным играм? Не беспокойся, со мной все в порядке. Да. Интересно. Кладбища-то у меня здесь, очевидно, нету. Так что, черт его как бы знает. Ну ладно. Надо сходить покемарить, восстановить персонажей. Ну-ка, здесь кисточка летает. Нет, кисточка не летает, здесь просто мольберт стоит. Кисточка летает. Так, ничего нового. Угу. Так, стоп. А где у нас задание про назначение... Про назначение иробет куда-либо. Как оно называется-то, я забыл, блин. Ну, надо посмотреть, сколько карточек тут исследуется. И, в принципе, как бы ответ мы на это получим. Угу. Еще пять дней. Ну, дофига. Еще действительно дофига. Ладно, пойдем сейчас покемарим немного. Нам один фиг, некуда идти с своими персонажами пока что. Ты ведь еще совсем ребенок, тебе не место на этой войне. А ты разве взрослый? Но война не выбирает, к кому прийти. Тихо. Че это за звук такой был? Я наивно проверяю инвентарь... ...на эту глифу. Куда она пропала? Ай, сколько боли, конечно. Так, вот это ты мне добро все отдай. Пусть оно лучше в инвентаре у меня валяется. Вот это тоже отдай. Лошадь у меня там все еще в крови на... ...своем аватаре почему-то. Так, на удивление, со мной никто срочно экстренно поговорить не захотел. Что? Странновато, я бы сказал. Ну ладно. Интересно, тут приходят пуши про то, что... ...у меня где-то что-то построилось там. Ну не то, чтобы у меня, конечно, ресурсов дофига, но то, чтобы что-то строить. О, у меня здесь нет интендантства. А, или это... А, это готовые простройки. Ну я сейчас проверю. Оно есть, наверное. По-любому есть. Госпиталь, лаборатория, стражевая башня. Шестьдесят. Да мы еле-еле эти шестьдесят скопили. Так что, да, даже если что-то построилось, нам не нужно строить что-то еще. Окей, окей. Дайте я фигурками своим похожу, что ли. Вот так вот. Да, у всех тут ходы обновились, соответственно. Вот это гига-ёба-армия. Мы тут сейчас вообще все протащим, как нифиг делать. Ну, мне так думается. Так, кто у нас здесь, ебать, гига-паук? Гига-альфа-паук. Какой большой паук. И дрэдж. Офигеть. Два дрэджа. Угу. А, ну да, они вот что умеют. Я совсем забыл. Сейчас мы как собаки начнем ходы пропускать. Вот гады, а. Ну, допустим. Все, закончилась ваша бафалка. Ну, допустим. Ну, нормально. Я двоих вполне согласен потереть. Все, вышли из этой гадости. Чуть-чуть не добили. И по счастливому стечению обстоятельств, конечно же, добиваем. Вот это, конечно, бан так сделать. Поздравляем наших жрецов с первым убийством. Банда демонов, охотящаяся на беглых рабов, не была готова встретить воинство Командора. Среди окровавленных трупов крестоносцы обнаружили жуткий темный алтарь, изготовленный из зубов жертв, пойманных демонами, и паутины ловчих чудовищных механических пауков. Солдаты хотели сжечь его, но предусмотрительные офицеры решили не спешить с этим и передать находку Командору для изучения. Ага, ух ты. Каждому из них была безупречной. Конец череде убийств, совершенных первым ловчим, был положен рукой смертного еретика и дважды отступника. Тамплиер костяного лабиринта, имя которого неизвестно, раскаялся в своих делах и покинул культ. Первый ловчий был отправлен по его следу, но так и не вернулся. В схватке пал и он, и его добыча. Позже демоны обнаружили его останки и создали из них и паутины первый ловчий алтарь, наверное. А, создали алтарь первого ловчего. Голод рыскающего охотника наполнил от алтарь... Так, сбился. Голод рыскающего охотника наполнил от алтарь, и даже десятилетия спустя почитатели приносили к нему жертвоприношения. Зубы вырваны у тех, кто пытался сбежать от гнева демонов, но был настигнут и подвергнут расправе. Что, то есть мне его прямо в инвентарь положили? Или он для изучения у меня? Наверное, в реликвии для изучения. Хм, нет, он в инвентаре именно. Очень интересно, ладно. Я отсюда как-нибудь могу свои ресурсы смотреть? Тут не до конца понятно, сколько у меня. Семь тысяч, да? Ничего себе, до этих даже дошли. Угу. Еще? Давай, добивай их. Готово. Опа, вот это нихрена себе. Вот это приколдес. Так, это ты что там на меня повесил такой? Собака-то поганая. Серая оспа. Ну ты, блин. Опа. Опа. Супер, хороший ход. Он его добьет. И ходы нормальных воинов мы тратить не будем. Все. Идеально. Пролегает жила Адамантина. Этот дорогой редкий металл пригодится армии Мендова. Однако прикольно. Ну, встаньте сюда куда-нибудь. Так, разведчики. Мы на выход. Серьезно? Вот просто вот-вот он петлю сделал? Мда. Чувствую себя невероятно обманутым. И очередной круг вокруг озера. Просто жесть, конечно. А, так здесь озеро действительно. Ну, это очень странно. Зачем делать такой круг? Типа, для чего? Непонятно. Может, там мы должны были что-то увидеть? Да хрен его знает. Очень интересно. Ну, можно их пробить. Мы даже дойдем до них. По-хорошему-то. А как это сделать? Вот так? Как мне выдать этот замечательный баф? Не понимаю. Ну, да ладно. Пойду демонов побью хотя бы. Ух ты, дохлые кони. Жужелица поганая. Жужелица я этих не люблю. Можно ее разом снести. Но они тут все крайне неприятные. Тут и добавить-то нечего. Офигеть, так залговало, что башка отлетела. Шикарно. Ой, смотрите, куда труп укатил. Он вообще с карт выкатился. Она сбежать от меня пытается. Держите ее. Ого, 43 разом. Шлепы нету. Так, зомби получай. По шапке. Еще. Мы тут, короче, даже без потерь пройдем. Ну, может, он мне одного рыцаря снесет, конечно. Неа, не снесет он мне ни хрена. Все, без потерь их размотали. Во времена первого крестового похода на этом месте светлая Саренрей явила чудо и даровала крестоносцам победу в битве, которая уже была проиграна. Спустя годы, во время второго похода, рыцари Мендова вновь сошлись здесь с армией бездны и бились до последнего. Но чудо не повторилось. Резня была ужасной, и все, кто пал в ней, не смогли упокоиться и поднялись в облике нежити. Теперь они обрели мир в пламени костров, а статуя солнечной богини очищена от крови и грязи. С трепетом крестоносцы сняли с ее груди золотой священный символ, реликвию, считавшуюся утраченной. В ходе первого крестового похода группа целителей, почитающих Саренрей, шла на помощь воинству Голфри. Однако во мраке ночи была атакована пробравшийся в тыл крестоносцев бандой демонов и поклонявшихся им культистов. Неумелые в бою жрецы и лекари отчаянно сражались, отражая одну волну нападавших за другой, но силы были неравны. Последнюю атаку отбивать было уже некому. Все адепты Саренрей были изранены и никто не в силах был поднять клинок, потому они встретили врага молитвой. И случилось чудо. Утро наступило на час раньше положенного и первые лучи рассвета начали изгонять демонов прочь в бездну. А самый страшный ран на телах смертных свет исцелял и возвращал к жизни. Павших не делая разницы между праведником и грешным. Пролили слезы и верующие и заблудшие. Все как один, павшие на колени и молившие светлую богиню о прощении. И прощение было даровано каждому. И ни один смертный не погиб в ту кровавую ночь. Последний, особенно яркий луч рассвета, ослепил всех и воплотился в священный символ Саренрей. Эта религия была наречена невинным рассветом. И помещена на грудь статуи, поставленной в месте, где свершилось это чудо. Круто. Однако круто. Вот тут судя по всему это озеро можно и так и так обойти. Опять с любой стороны. То есть мы его... Ох, ну да, слушайте, это озеро-то вообще не хило обходить. А у нас тут вон под боком целых две армии демонов. Надо телепорт строить в Дризене, чтобы если что прыгнуть и... Но тут нам ловко орудовать. Потому что в противном случае мы так далеко не уедем. Да ладно, мы просто прошли мимо них? Охренеть. Оу. Хм. Очень интересно, однако ж. Однако ж невероятно интересно. Тут есть куда сходить. Хм. И это надо бы сделать. Кстати, заметили, когда мы тут двигаем фигурки через вот эту карту, время не движется. То есть мы можем их спокойно себе таскать, куда нам вздумается. Вот, а когда мы героями ходим, то ходы-то тратятся, ну точнее время тикает. Очевидно, нам нужно сейчас будет промотать снова время. Целые сутки для того, чтобы там хоть куда-то двинуться. Ой-ой-ой. Да-да-дам. Так, пропустить день, сохранить сначала. Безумно интересно, вот что это армия. Нет, не вот это армия. Но это я тоже, конечно, похожу. Сколько у нас, кстати, ресурсов? Где-то где же их посмотреть-то, а? Отсюда. А, знаю. Угу. Ну вот 10 нам по 4 тысячи притекло. Неплохо. На нового генерала как раз. Угу. Ух ты. Храм. Мы прям буквально шаг не дошли до него. Храм Доброй Охоты. Угу. Интересно. Ну так и запишем. Угу. Угу. И туда, и туда можно, да? Нет, к этим мы не пойдем, товарищи. Как и к этим мы не пойдем. Мы можем сунуться, просто посмотреть. Что тут вообще? Ну да, они меня тут на раз-два разберут. Эта армия говна у меня просто. Тут как бы без шансов абсолютно вообще что-либо делать. Все-то меня назад пытаются повернуть, отвернуть. Ага. Тут к демонам только, да? А тут на крепость. После крепости через этих. Нет, слушайте, мы так не дойдем. Да-да-да. Угу. Угу. Однако, здравствуйте. Но у нас уже есть цель для нашего будущего крестового похода персонажами. Мы сюда пойдем. Хоть какая-то точка у нас есть. Нам нужно вот этих всех демонов нахер отсюда выкинуть. Чтобы они под жопой не тусовались. Абсолютно не нужны. Попробуем, что у нас здесь. Ну, слушайте. В целом... Подтянем. Вот это вот, конечно... Ой, как нехорошо. Такие атаки борзые. Причем он несколько раз так сделает. Что вообще крайне печально. И еще одна наскока. На 110. Супер. Да, мы вообще супер неправильно сходили. Я что-то не сразу понял, что нельзя сходить. М-м-м-м. М-м-м. Ну да, размер лазарета у нас уже превышен, конечно же. Можно посмотреть, во сколько нам это обойдется. Все. Это нам обойдется очень дорого, да. Мне снесут дофига лучников. Потому что вообще не хочет успокаиваться. М-м-м. Попробуем... Не знаю, лучников в фулл-дефенс поставить. Пусть стоят себе. Не буду выдавать урон им лишний. Я на них щит, во-первых, с самого начала повешу. Ну-ка. Ну-ка. Сотка. Много. Ой, как много. Ну-ка. Сотка. Много. М-м-м. 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 М-м. 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 Плохо, плохо. Нам эти культисты под боком ни в коем боже не нужны. Ну, 23. Вы просто посмотрите, что делает, а. Три. Безумно мало. Так, преграждаем им путь, чтобы они до лучников у меня не добрались. Ну, другое дело. 98. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ошеньки. 49. Ну да, лучше от культистов избавиться своевременно. Чтобы они тут гадости мне никаких не делали. Куда пропало меню, которое раньше показывало, сколько я восстановлю этим действием. Ну, очевидно, всадников буду пытаться как-то реанимировать. Ох, ох, как плохо-то. Ну, как плохо-то. Супер. Супер. Возможно, мы еще что-то здесь вытащим. Погнали. Погнали. Главное сейчас просто терпеливо забить его. Ого. Погнали. 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 Ой-ой-ой-ой. Вот это он, конечно, зря переключился. Может, мне его увезти пока не поздно. Офигеть. Даже единицу не снес. А было написано от одного до двух точно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну и все, вот так мы этих и закроем. Он к ним не подойдет. Опять 156, да что ж такое-то? Что ж вы так мало-то наносите? Я понять не могу. Ну вот вам. Такая штука. О-о-о. Пробили. Еще. Отлично. Вот лучники-то красавцы сколько высекают. Ну и все, мы тут уже побеждаем, в принципе. Готово. Ну и восполнили все потери заодно. Что не может не радовать. Удивительно, но шатер вражеского командира находится в образцовом порядке. На столбе висит убранный под стекло диплом об окончании магической школы Арканариум. А в сундуке хранятся церемиальная выпускная роба и несколько магических изобретений и патентов за авторством погибшего предводителя культистов. Остается лишь гадать, какая печальная история привела его к столь невзрачному существованию. Око за оком. Композитный лук на плюс три. Угу. Ну хороший лук. Можно его дать этой нашей подружке. О! Что же это? Это уровень. Это уровень. Ай, это там. О! Исцеление ран. Ничего себе. Или опаляющий луч. Тот самый, который меня там любят нагибать просто как не в себя. Восстанавливает мощь. Мощь умножить на мощь плюс пять. И все это умножить на кубик. Здоровье выбранного отряда. Церкальное заклинание с эффектом исцеления. Блин. Даже не знаю, что мне хочется больше. Честно. С одной стороны, исцеление ран меня избавит от того, что мне нужно брать этого... Мага. Генерала мага. Потому что я сам смогу лечить. Так же, как и вот это. Ммм. Сложно, сложно. Это тупик? Серьезно? Очень интересно. Почему же там тупик? Угу. 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 Просто мне интересно. Либо он сюда меня поведет вниз, либо он сделает обход, и я упрюсь вот в эту штуку. Но он, скорее всего, становится здесь и спросит, хочу ли я пойти на этих, либо на этих. Ну, в теории, должно так быть. Это бы очень сильно мне помогло просто, ну, не идти, например, обратно Это долго, вон, смотрите, какой тут круг придется, петлю просто огромную сделать Поэтому, ну, типа, пробить вот эту вот херь, это было бы, ну, типа, норму Я так думаю Сколько у меня там, кстати? Десять тысяч, ну, да, потому что день еще не прошел Тут восемнадцать, сорок, ноль Вот это вот очевидно куда-нибудь, либо здесь точка, либо вот сюда приведет Но, скорее всего, вот сюда приведет, но странно, что он здесь чуть-чуть дорожку не показывает Ладно, давайте походим нашими болванчиками Нам есть куда сходить Кстати, я вот что думаю Не мог ли я глифу продать супер случайно по какому-нибудь затупу? Ой-ой-ой Наземный Вот определение, которое больше всего подходит... А, не земное Больше всего подходит лицу незнакомца Все в его облике говорит о происхождении из иных планов Он кланяется вам изящно и степенно Так вот ты, каков возмутитель спокойствия Кажется, весь план Элизиума говорит сейчас только о тебе А твоя сила звучит в пространстве как колокол Я поспешил на этот зов помочь тебе советами уберечь от ошибок Звучит ужасно скучно Ай, вызевает Мудрость бывает скучна Смертному не просто совладается сверхъестественным могуществом Поэтому совет настоящего сверхъестественного существа не будет лишним Ты можешь звать меня ранний закат Я и полагаться на меня во всем Так ты настоящий азат и прибыл из Элизиума? Не совсем так Новости о тебе и твоих удивительных способностях застали меня во время путешествия меж планами Так что прибыл я не напрямую из Элизиума Но я многое могу рассказать о нем, если тебе это будет интересно Чем именно ты можешь мне помочь? Я буду наблюдать за тем, как развиваются и ведут тебя свои способности Ты уже мог убедиться, что они несколько хаотичны И иногда проявляют себя спонтанно Без твоего разумного желания И это неудивительно Азат и другие сверхъестественные существа Сдаются сразу со своей силой А ты получил ее внезапно, в дар Этот дар может быть неудобен и даже опасен для носителя Но я попробую в нем разобраться и со временем научить тебя его контролировать В таких делах нужен наставник Если ты действительно хороший наставник, ты должен учить чему-то интересному Ну там, рисованию взбитыми сливками на ягодном желе А не вот этому Ты знаешь, что там о моей силе? Она, без сомнения, уникальна Все говорит о том, что ты неким образом обретешь способность сильнейших Азат Смертные владеют многими дарами и могут достигать невиданных высот в чародействе Но твои способности лежат в другой плоскости Действуют по иным правилам Если мы вообще можем говорить о правилах Если это воля какого-то из богов Иллюзиума Я хочу быть первым, кто увидит, в чем заключается их замысел Хотя это с равным успехом может быть не замысел, а легкомысленный каприз О котором его автор уже забыл Что же, в этом случае тебе тем более понадобится моя помощь и наставление Я рад знакомству, ранний закат Как и я Гость склоняет голову Я не буду больше занимать твое время Я буду поблизости, если захочешь поговорить Мне потребуется некоторое время и наблюдение, чтобы разобраться, что из себя представляет твоя сила И как тебе разумнее использовать ее Чтобы она не вырвалась из-под контроля Как только у меня появятся практически советы, я непременно расскажу тебе Угу, окей И где ты у меня тут стоишь? А вот, прям под боком встал Удобно На, расскажи мне о себе Мне очень-очень много лет по меркам смертных Так что рассказ обо мне может быть неоправданно долгим Ранний закат на мгновение прикрывает сияющие глаза Многие из тех, кого вы зовете сверхъестественными существами Являются и появились из перерожденных душ смертных Но не я Я сформировался когда-то из фрагмента моего родного плана Как воплощение его принципов С тех пор прошла целая вечность В ходе которой я видел небывалое Наблюдал невероятное Битвы богов Восход и падение лордов-демонов Замысловатые споры о судьбе одной единственной души на суде форазмы Длившиеся веками И несмотря на весь мой опыт Все еще есть на свете вещи, способные меня удивить Такие как ты Расскажи мне что-нибудь о богах О событиях других планов Ты ведь наверняка видел многое О, я знаю истории, которые должна тебя заинтересовать Она не имеет к тебе И нынешним событиям прямого отношения И все же весьма поучительно Произошла она, дай-ка подумать Менее 600 лет назад По времени плана материи Все равно, что вчера Начал ее Аулар, госпожа охотница Одна из лордов-демонов, ныне сгинувшая Любимым развлечением Аулар Было занять тело недавно погибшего героя Прийти под его видом к его родным и близким И уничтожить их особо изощренными способами Душу героя Аулар обычно держала поблизости Чтобы та могла видеть гибель тех, кто дорог, но не могла вмешаться Ранний закат замолкает на мгновение Поверь, рассказ об этой бессмысленной жестокости не доставляет мне никакого удовольствия Так случилось, что Аулар изобрала жертву и одну из любимец Дезны Добродетельную жрицу Это вызвало ярость у богини А ярость добра, поверь мне, куда страшнее и разрушительнее ярости тьмы и зла Дезна ворвалась в саму бездну и смела не только Аулар, но и ее владение Стерло в пыль, развеяло по ветру Когда она это сделала, случилось небывалое Лорд и демонов испокон веков, жившие как пауки в банке Не упускающие ни одного случая, чтобы ужали друг друга, объединились Создали союз под названием Коалиция Хаоса Не помню, чтобы я хоть раз за вечно смеялась так сильно, как когда услышала это название Однако многим богам в этот момент стало совсем не смешно Вот-вот должна была вспыхнуть планарная война В которой погибло бы столько же душ, сколько во времена мирокрушения, а то и больше И все из-за одной жрицы, ее семьи и друзей По счастью, поступок Дезны пожелала исправить Калистри А богиня отомщения явила свой самый могучий аспект и посеяла раздор среди лордов демонов О, в этом сладостная жала хороша, отдаю ей должное Коалиция Хаосу схлопнулась, война не случилась Лорды демонов уползли со своими армиями в бездну, бесславно, как им положено Я вижу, ты хочешь предостеречь меня от безрассудства, проявленного Дезней Да, хочу, демоны заслуживают кары, но не заходи слишком далеко воюя с ними И не давай зайти далеко своим последователям Расскажи про Элизиум План великих противоречий Он весь построен на идеях свободы, добра и всеприятия И вот в чем парадокс Если ты не терпишь ограничений и готов принять в своем краю каждого Должен ли ты также принять того, кто хочет ограничить твою свободу и сковать тебя ограничениями? Если ты добр и свободолюбив, должен ли мириться с тем, кто зол и властен? Будет ли их изгнание ограничением свободы? Вопросы, вопросы Этот план настолько хаотичен, что отдельные его части часто противоречат целому Так, мстительная Калистре и Горум Воплощение бесконечной и бессмысленной войны Такие же планомерные владыки Элизиума, как беззаботная Дезна и бог-проходимец Кайден Кайлин Я бы сказал, что Элизиум не терпит одного упорядочности Но это будет не совсем правда Скорее, любая упорядочность избегает Элизиума Как продвигаются твои изыскания насчет моей силы? Не так быстро, как мне хотелось бы, но я уже могу сказать с уверенностью, что ключ к контролю над твоей силой лежит, представь себе, в самоконтроле Ты движим эмоциями Эмоции то уносят тебя в видение Элизиума, а то превращают в сад скалу под ногами Пока эти проявления силы были безопасны Но однажды ты можешь превратиться в цветущий лиан и крепостную стену, защищающую тебя от вражеской армии Что я уже и сделал, как вы могли видеть Потому нельзя пускать все на самотек Будь осторожен И взвешенно принимай решение Я буду рядом и буду на чеку Вмешаюсь и дам совет, если пойму, что тебя понесло к потенциально опасному выбору Круто, прикольно Почему ты вообще решил мне помочь? Кто-то ведь должен был Проникновенный говорит ранний закат, делая акцент на слове должен Нельзя оставлять носителя такой силы Тем более принципиально новой силы, меняющей расклад дел в мировой язве без внимания Не хочу проводить нелепые аналогии, вроде мотылька, летящего на пламя свечи Но в некотором роде так и есть Я прилетел на твой свет, и вот я здесь Ясно Опять розы, блин Подарок дайранам От лепестков роз поднимается аромат пьянящей и нежной Окей То есть А тут что? Подарок дайрана, да Со всех сторон подарок дайрана, блин Ладно, очень-очень интересно Пойдем у торговца глянем нашу Глефу Не продал ли я ее действительно каким-то нелепым, глупым образом Так, так Он меня, конечно, в сами прям казематы переведет Оттуда не очень удобно бежать, но все же Ну посмотрим сейчас Так Начнем с тебя Оружие Смотрим Глефа Глефы нету Хотя у нее может быть Название не Глефа А как-нибудь там, ну типа того Давайте по картинке посмотрим Может Ну чаки, господи Даже такое тут есть Это фашар какой-то Могучий удар добра Ну и название Ужас на марше Но это мы продали, потому что Да Ну в общем Глефы я тут не вижу Ни в коем виде вообще Можно ли по типу в восходящем порядке Так, посох, посох, посох Нет, нету такого Блин Так бы я вот Упорядочил и посмотрел бы Сразу все Глефы просто Здесь Глефы нашей нету Вот в чем Беда Может она у тебя есть Глефа плюс два Обычная Куча кинжалов Серпов Пилумы Посохи Копья Кукри Кирки Молотые Луки Глефы на плюс один Ну что Фиксируем Проеб пиздатой Глефы Хрен знает Куда она подевалась Мысли примерно Ноль Ну у меня есть Конечно глупое Предположение Что поскольку Это типа было Злое оружие Засель взял его И просто нахер Выкинул Ну то есть я тогда Еще удивился Что ну почему Он его может носить Но там было Логичное объяснение Я помню что он там Какой-то законопасу Что ли что-то еще Короче там Типа Достаточно логичное Объяснение Происходящему Но мало ли Звучит бредово Но пусть так будет Кстати На аватарке Он Обратите внимание Не с этим Не с глифой Он с Бердышом Стоит Так на секундочку Если О А тут мы можем Телепортнуться Однако Подождите То есть вот за этих Мы не можем А вот за этих Можем Приколдес Ну тут можно Попинаться Немного Я просто До этого храма Хочу допереть И там Поделать что-нибудь Ох Ё-моё О май О май Так Ну раз уж Ты здесь Давай Сюда заклинания На какой-то ляд Провалились Ну ничего Сейчас мы Приберемся Тут в инвентаре Немножко Посмотрим Что тут Можно почистить Блин Я запрещаю Вам атаковать Много персонажа Мать вашу Бегон Финд Я Резист Ага То есть так Это не работает Черт Ну давай Вот так Хотя бы там По нему Мимо Красавчик Паука На нам ровным счетом Ни хрена не сделают Они будут идти Целую вечность Для меня Как минимум Еще один раунд Им нужно будет Просто на то Чтобы дойти Так Так Кстати Отличная Возможность Прибраться Унынию На панели Убрать Там Нужные заклинания Ну Ладно Попозже Кошачью градус Я бы сюда Поставил Хорошая атака Из-под тишка Прошла Ух ты Что делают А Субаки Эх Не достаем Ну ладно Не страшно Шлеп Упал Ой-ой Нельзя так Делать Блин Точно Она же не умеет Нормально Вблизи Атаковать Так Паукан Выкид Странные Ходы Делайте Обидно Господи Завали его Молю тебя Блин Паук Да я тебя вообще Не заметил Чтоб тебе пусто Было Ну нормально В принципе Не сильно Так Напрягаясь Что мне там Про уголька Писали Расширь боковую Панель для Заклинания Уголька Там явно Не все Помещается Ну не все Так не все Похер вообще Что такого Так же покажи Следующие В следующей серии Какие заклинания У нее на каждом Круке Добавились После покупки Кольца Саламандра Ну давай На девятом Огненное тело Оно нам Недоступно Огненная Буря А или подождите Мы наоборот Можем его использовать Хом Лучатского Пламени Появился На пятом Уровне Огненная Змея Так Ну управляем Огненный Шар Понятно Ну так Ну вот эти Мы не можем Творить Да Пока Не можем Ну Прикольно Прикольно О Мой персонаж Лечится Исцеляет Шесть дней Здоровья Это от чего Это от чего Ты лечишься Там Хрен Мяси Очень Интересно Так Давайте Также Приберемся Уголька Что мне Рекомендуют У нее Убрать С панели Так Кислоту Вот эту Хрень Да Очевидно Я их не буду Использовать В будущем Так Вот эту Куда-нибудь Сюда Закину Ну и все Ее можно Закрыть Эту панель Теперь пока Раз навсегда Не продолжить Наш путь К храму Ну Блин так-то спать Уже Пора Пол второго Опа Пепельный Грот Но мы туда Можем попасть Только вот По этому Пути Очевидно Это Хорошее Дело Мы нашли Прям Замечательное Что это Он мне тут Показывает Вот это Че Вот Че Ты Мне Показываешь Нахрена Странно Ну Храм Доброй Охоты Это Хорошо На этом Я предлагаю Нам Закончить В сам Храм Мы уже Пойдем В следующей Серии Так что Всем спасибо За просмотр До скорой встречи Пока-пока Продолжение следует